Сегодня в эфире. По его словам, государство выделяет деньги только на исследования, на притворение проектов в жизни их уже не хватает. Получается, что идеи научные их подтверждения есть, но до реализации они так и не доходят. В итоге, почти готовые проекты ложатся в стол, в ожидании инвесторов. Так, например, произошло с разработкой системы освещения в операционной, которая позволяет увидеть ткани и повреждения, плохо заметные при обычном свете и разработками роботизированных операций. Какие претензии предъявили роботу, выполняющему операции, читайте здесь, препараты, созданные с помощью нанотехнологий, требуют очень тщательных испытаний. Микрочастицы размером 10-20 нанометров очень легко проникают фактически во все органы, они без труда проходят гематоэнцефалические и планцентарные барьеры. Прежде чем вводить такие препараты в медицинскую практику, мы должны быть абсолютно уверены, что они безопасны, и что вместо «нанолекарств» мы не получим «наннооружие», сообщает Михаил Дубина. Для этого нужна система аттестации препаратов, а ее у нас нет и в ближайшее время, скорее всего, не появится. Внедрение нанотехнологий остается на уровне теории, на практике получается, что государство в этом не заинтересовано.